Привет, ребята, это Алена. Сегодня с вами поговорим про порно и чем опасен просмотр порнографии и, соответственно, всей этой истории. Во многих случаях я могу сказать, что это супер вещь, которая влияет на дофаминовые рецепторы. То есть, если в вашем организме очень мало дофамина, он снижен по разным причинам. Дефицитарное питание, дефицитарный статус, нерабочая эндокринная система, соответственно, нерабочий дофамин и от этого депрессия. Что нужно делать, чтобы справиться с этой историей? Во-первых, когда вы понимаете, что да, у вас, наверное, депрессия и, соответственно, от этого очень-очень круто вам поможет избавиться не порнографии, а нормальная работа. Как избавиться от зависимости от порно? Занять себя на время другой зависимостью. И это не стать на постоянной основе зависимым человеком. Это значит выбить другим положительным способом. Это как зависел от кофе, начал бегать. Зависел от матери, начал зарабатывать. Зависел от дефицита магния, начал не смог купить себе банку магния, начал потреблять продукты, богатые магнием. То есть вот это все также из порно. Чем опасно порно? При порнографии вы стимулируете дофамин и из-за проблем с дофамином у вас начинаются разрушительные состояния, которые влияют на дальнейшую прогрессию вас в жизни. Если вы чувствуете, что вы отстаете и отстаете во многом, то, соответственно, дофамин будет вообще сливаться. И что делать, если вы чувствуете, что дофамин сливается? Первое, что отказаться от порнографии, найти способ работы с дофамином. И это огромные-огромные трактаты о том, что нужно есть, что нужно пить и как нужно жить. Мои простые рекомендации. Это питание, богатое белком, насколько вы можете себе его позволить. Питание, богатое фитонутриентами, которое влияет на микроэлементарный ваш состав. И, соответственно, работа с убеждениями. Потому что во многих случаях убеждения внутри. И, соответственно, если вы чувствуете, что порнография заменяет вам реальный мир, то способ удовлетворяться может быть совершенно разным. Кто-то удовлетворяется деньгами, кто-то обучением, а кто-то самореализацией. И чем больше вы сливаете дофамин, тем меньше вы можете реализовываться в настоящей жизни таким, какой вы есть. И постоянная стимуляция порнографии приводит к отсутствию нормальной выработки гормонов и хроническому стрессу.